Добрый день! Сегодня у нас третья часть, посвященная обосчислению нефтегазового комплекса России. В первой части, если вы помните, мы рассмотрели общие запасы, вражность такого явления, как нефтегаз. Во второй части мы осознали, как эффективно или неэффективно пользуются достижениями бывшей геологоразведки Советского Союза, природными богатствами нашей страны, тот самый олигархат. Сегодня мы должны поговорить о состоянии дел в рыночном аспекте. Цены на газ длительное время были стабильны, и взорвались они в канун кризиса 2008 года. Но на самом деле этот взрыв был спровоцирован не столько самим кризисом, сколько с тем, что два новых сверхгиганта, это Китай и Индия, вышли на рынок. И начали колоссальную разработку своих технологических машин, государственного аппарата, индустрии. И, собственно, начало падения добычи в европейских странах, это вторая причина, потому как им, европейцам, своего газа стало категорически не хватать, и Россия довольно быстро заняла эту нишу. Цены стали резко расти с 2008 года. Итак, у нас два фактора. Первый — это выход Индии и Китая. Второй — кризис в самой Евросоюзе. Так вот, падение добычи в странах Европейского Союза с уровня 246 миллиардов кубических метров в конце 90-х годов и в начале нулевых до всего лишь 200 миллиардов кубических метров в 2007 году. Об условленный ли кризис 2008 года вот этими процессами, я не уверен. Но какая-то часть, как фактор, эти цены на нефть и газ сыграли. В 2012 году цена на СПГ в Японии пробила планку в 450 долларов за 100 кубических метров. На графике можно увидеть, что с 2009 года с вводом первого завода СПГ на Сахалине наметилась отвязка российского экспорта от цен в Германии. Острый пик 2008 года, когда цены российского экспорта превысили цены на всех спотовых рынках, связаны с особенностями ценообразования на трубопроводный газ. Определение цены и заключение контрактов на зимние поставки осуществляется еще летом. В этом есть смысл спотовых рынков. И в контракт заложено правило «бери или плати». Обвал цен на нефть из спотовой поставки газа же произошел осенью. И на стоимость к тому времени законодактованного газа уже не влиял. А отказаться от поставки потребители уже не могли. То есть фактически покупали совсем по другим ценам. Итак, мы видим несколько сортов нефти. И что мы видим? Как можно видеть на графике, цена на нефть из различных стран меняется довольно синхронизированно. Цена российской смеси Юрлс колеблется в пределах между Брент и Дубаи. И только Вест-Техас последние 10 лет живет несколько своей жизнью. Соединяясь от остальной троицы при высоких ценах. Данный эффект является порождением сланцевой революции. Ростом добычи множества небольших компаний, которые стремительно зарождаются, наращивают добычу при высоких ценах. А чуть-чуть рынок конъюнктура смещается, они банкротятся. При этом распродавая свое имущество при низких и того факте, что развитие инфраструктуры, транспортировки и хранения отстает от этого процесса. Фактически весь этот бурный расцвет американской сланцевой революции, он впрямую все равно отстает от элементарных терминалов погрузки, танкеров, трубопроводов, нефтехранилищ. То есть по большому счету людей и буровых в избытке, а то, что мы называем трансфер, тут у них по-прежнему сохраняются проблемы. Давайте посмотрим на динамику нефтяной и газовой отрасли теперь уже Российской Федерации. Значение нефти и газа для человечества в целом и процессы, идущие в мире, нам теперь понятны. Настало время углубиться в нашу нефтяную и газовую отрасль, оценить сегодняшнее положение и перспективы. Смотрим на график. Как можно увидеть на графике век газа для России начался в 1974 году, когда было подписано Оренбургское соглашение об участии строителей и газовиков стран-участник Совета экономической взаимопомощи, СЭФ. Освоение Оренбургского месторождения и строительство магистрального газопровода «Союз», то есть от Оренбурга к западной границе СССР. И через 4 года после заключения знаменитой сделки века между СССР и ФРГ «Газ трубы». К 1990-1991 году добыча достигала уровня 643 млрд кубических метров газа природного и попутного. Ну, 600, грубо говоря, это природный газ, свободный, а 40 млрд кубических метров – газ попутный. В течение 90-х годов добыча газа снизилась к 1997 году до 571 млрд кубических метров газа природного и попутного. С 2002 года добыча снова начала расти, но на волне роста мировой потребности в нем. Пиковым по добыче был 2019 год – 740 млрд кубических метров газа природного и попутного. На графике также видно, что данные Росстата и АБП несколько разнятся. Это связано с тем, что Росстат считает газ извлеченный, а АБП только тот, который является товарным. За вычетом сожженного в факелах, закачанного в соседние скважины для поддержания давления в пласте, сконденсировавшегося в процессе очистки и потребленного на собственные нужды бытовых буровых установок. Также можно заметить, что в последнее время наблюдается стабильный рост добычи газа нефтяного попутного и расширяется полезное использование этого ресурса. Бурный рост объема в добыче нефти произошел за 20-25 лет, до газовой революции, и в большей степени опирался на собственные силы, тогда еще советского народа. Пик добычи был достигнут в 87-88 годах – это 569 млн тонн нефти и газового конденсата. С внедрением рыночных механизмов, перестройку добычи нефти начала снижаться. Как мы говорили во второй передаче о том, что эффективные менеджеры и прочие олигархи качают, 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 но они даже обеспечить себе эффективное выкачивание не могут. И поэтому в 90-е годы за во многом рукотворным крахом отечественной промышленности упало до 301 млн тонн и добычи нефти. Еще раз повторюсь, с 569 до 300. Несмотря на бурный рост добычи в 2000-е и 2010-е годы, советский уровень так и не был превышен. В 2019 году было добыто 560 млн тонн нефти и конденсата. Данные БП по нефтедобыче несколько отличаются в большую сторону, они называют цифру 568 млн тонн. По большой части расхождение вызвано особенностями учета конденсата. БП зачисляет в конденсации сжиженные углеводородные газы и широкую фракцию легких углеводородов, снижение смеси пропана, бутана, пентана, этана, являющиеся полупродуктом очистки и переработки попутного нефтедового и природного газа. Расхождение между данными Ростата и БП нарастает вслед за увеличением выпуска этих веществ. Итак, природный газ в миллиардах кубических метрах по годам. Экспорт и внутреннее потребление природного газа оставались длительное время в пределах достигнутых в 1989-1991 году. 150-200 млрд кубических метров экспорт и 350-430 млрд кубических метров внутреннее потребление. Только последние несколько лет наметилось превышение этого уровня. На данном графике приведен чистый экспорт, несколько отличающийся от экспорта, заявленного ФТС и Центробанком. Рассмотрим структуру внешней торговли России газом чуть поподробнее. На диаграмме, которую вы сейчас видите, можно увидеть, что Россия не только экспортирует газ, но и импортирует его из соседних стран, таких как Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Отсутствие восстановления объемов этого импорта после кризиса 2008 года связано с тем, что с 2010 года Туркмения самостоятельно стала экспортировать свой газ, прежде всего в Китай. В 2009 году Россия, как уже говорили ранее, вышла на рынок СПГ. Был введен в действие завод по сжижению газа на Сахалине. В 2018 году вошел в строй второй крупный завод СПГ на Ямале. Перейдем от газа России к нефти. Как можно увидеть на диаграмме, восстановление промышленного транспортного потребления нефти после краха 90-х так и не произошло. Практически весь рост добычи пошел на экспорт. Более 400 миллионов тонн в год. Почти три четверти добываемой нефти, сырой нефти. И 106 миллионов тонн нефтепродуктов. И Китай 78 миллионов тонн. Итого, в Западную Европу 153 миллиона тонн отправляется. И в Китай всего 78 миллионов тонн сырой нефти. Обратите внимание, Китай по-прежнему еще для наших олигархов является, скорее для военного пула нашего правительства является привлекательным. Но когда у вас более половины уходят в Европу, конечно, вы заинтересованы на люлик-бой сговор с европейцами. Уж такова природа. К сожалению, деятельность данных BP, Ростата и ЦБР не позволяет разбирать данные экспорта и импорта более подробно. Как можно увидеть, на данной диаграмме добыча углеводородов столкнулась с фактом вынужденной диверсификации как в продуктовом, так и в географическом плане. Итого, мы смотрим диаграмму. Медленно снижается роль основных центров добычи. Да, да, и Ханты-Мансийск, и Ямало-Ненецк, и автономный округ Тюменской области тоже теряют темпы. В нефтедобыче их доля снизилась с 66 до 55 к 2020 году. Идет исчерпание. При том, что добыча и нефти, и газа остается в целом примерно на уровне конца 80-х годов. Ничего не сделали. Существенно выросла добыча попутного нефтяного газа в 2,4 раза. И, собственно, газового конденсата более чем в 3 раза. Также идет снижение доли Ямало-Ненецкого автономного округа и общероссийской добычи. Если в начале 2000-х до 92% добытого природного газа приходилось на него, то к настоящему времени она снизилась до 85. Кроме того, идет географическая диверсификация внутри округа. Падает роль базовых месторождений, основанных, освоенных первыми еще в советское время. Эти базовые месторожения сосредоточены вокруг треугольника между городами Уренгой, Ямбург, Надым и были хорошо освоены к 90-му году. В настоящее время добыча вынуждена расползаться по всему Янау, на север полуостров Ишельф и на восток в сторону Таймыра. Таким образом, мы видим, что нефтегазовая промышленность России длительное время существовала на советском базисе. И только как активный приход китайского капитала чуть-чуть позволил достигнуть определенных сегодняшних высот. Поддержание этих высот дается с трудом. В добыче полезных ископаемых приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том месте. Бежать быстрее нынешний режим не может. Теперь посмотрим на динамику нефтяной и газовой отрасли РФ в стоимостных показателях. Итак, структура валовой добавленной стоимости по отраслям экономики в соответствии с методологией СНС. От ресурсной оценки прежде всего перейдем к оценке товарной. На данной диаграмме вы видите, какую долю имеет валовая добавленная стоимость, генерируется добыча полезных ископаемых вообще, и нефти, и газа в частности. Что по сути является долей отрасли ВВП, определенной в текущих ценах. Как можно увидеть, что в последнее время данная доля колеблется в пределах 9-13%. К сожалению, у нас нет данных именно по нефти и газу по всем годам, но по тем годам, которые есть, доля нефти и газа в добыче всех полезных ископаемых довольно устойчивой, составляет 80-85%. Или, соответственно, 7-11% от ВВП. Еще одна диаграмма. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг, собственными силами, по чистым видам деятельности. То есть выручка. Выручка нефтегазодобывающих предприятий России в текущих рублях постоянно растет. Что мы видим на диаграмме. Доля нефтегаза в добыче всех полезных ископаемых колеблется в коридоре 79-82%. То есть несколько ниже, чем в добавленной стоимости. Что означает, что у нефтегаза относительно меньше сторонней закупки сырья, материалов и оборудования, чем у остальной добычи полезных ископаемых. У того же золота, алюминия. К сожалению, детально разбирать данный вопрос на конкретных числах крайне тяжело в связи с очень усложненной структурой показателей российской статистики и регулярными изменениями в методах их расчета и детализации публично представленных данных. Путают они все время нас, запутают они следы, коммерческая тайна и так далее. Они же ведь национальные вроде бы, национализированные, да, как нам рассказывают. Ну вот, видите как. Динамика выручки нефтегазодобывающих компаний имеет экспонсиональный характер, что в целом неудивительно, так как растут объемы добычи и цены. Например, цена на внутреннем рынке сырой нефти за рассматривый период с января 5-го года по декабрь 2019-го выросла с 3 094 рублей до 20 377 рублей за тонну практически в 7 раз. За 2019 год выручка нефтегазодобывающего превысила 15 трлн рублей. Сумма вполне сопоставимая с размерами федерального бюджета. И это еще без учета нефтепереработки и нефтегазохимии, контролируемых теми же вертикально интегрированными компаниями. На приведенном графике видно, что себестоимость добычи нефти имеет тенденцию к росту в зависимости от объемов добычи. Рост объемов добычи нефти сопровождается и ростом средней ее себестоимости. Снижение себестоимости, как правило, требует сокращения или прекращения добычи на дорогих месторождениях. Далее рассмотрим значение нефтегаза для федерального бюджета России. Значение нефтегаза для федерального бюджета России вполне себе отражено на данной диаграмме. Как мы уже показали в материале «Выдержит ли Россия удар очередного кризиса» за авторством Андрея Саликова, в сытые годы благоприятной конъюнктуры на внешних рынках только прямые нефтегазовые доходы, налог на добычу полезных ископаемых, вывозимые таможенные пошлины, нефть сырую, газ, природный, нефтепродукты обеспечили около половины всех поступлений федерального бюджета. Но есть еще и косвенные нефтегазовые доходы, спрятанные в недрах, связанных с внутренним производством. Это НДС на нефтепродукты, проданные внутри страны и налог на прибыль нефтегазовых компаний. Данные доходы составили полтора триллиона рублей по расчетам РБК. В 2020 году был запущен еще один вид косвенных нефтегазовых доходов бюджета, перечисления в бюджет средств Фонда национального благосостояния. Эти средства, накопленные с нефтегазовых пошлин и в предыдущие периоды, знаменитый 1 триллион за перепродажу государства государству Сбербанка за средства ФНБ, о котором мы рассказывали ранее, проходят у Минфины как доходы прочие, не относящиеся к нефтегазам. О том, что, собственно, такое ФНБ, откуда и там деньги, также смотрите материал, выдержит ли удар очередного кризиса за авторством Андрея Саликова. Итого, прямые и косвенные нефтегазовые доходы даже в неблагоприятный ковидный год обеспечили не менее 40% доходов федерального бюджета. В благоприятные годы, какими были в 2012-2014 годах, за счет нефтегаза формировалось две трети доходов федерального бюджета. Как мы уже показывали ранее, в течение всей путинской эпохи совокупная доля нефтегазового экспорта превышала 50%, доходя в отдельные конъюнктурные годы и вовсе до 67%. Смотрим диаграмму. Регулярно обещаемое Владимир Владимировичем еще со времен его кандидатской диссертации и первых публичных речей снижение роли добычи полезных ископаемых и бурное развитие науки и технологий так и не произошло, хотя разрыв сократился. Общая сумма нефтегазового экспорта России также зависима от конъюнктуры мировой экономики и движется вслед более волатильным ценам на нефть, но никак не вопреки им. Итак, смотрим диаграмму. Доля добычи нефти и газа в занятых РФ, то есть людей. При той подавляющей роли в бюджете и экспорте от половины до двух третий и крайне значительной роли, безусловно, ВВП, примерно 10% доли добычи нефти и газа в занятых незначительно и не доходит даже до 1%. Этот факт подчеркивает, насколько тонкой является игла, на которой держится вся нынешняя Россия и ее политический режим. Смотрим ролики, посвященные лишним людям, смотрим ролики, посвященные вымиранию населения, о том, что население, собственно, не нужно, Давайте посмотрим среднесписочная годовая численность занятых в сфере добычи нефти и газа. Рассматриваемый период выросло с 405 до 543 тысяч человек. При этом, как можно увидеть на графике, сервисизация захватывает ее. Практически весь прирост численности работников 120 на 140 тысяч идет за счет роста нефтесервисных услуг по монтажу, демонтажу, ремонту боровых вышек, бурению и прочее. Однако это тоже рабочие, занятые физическим трудом. Все-таки это, нельзя сказать, что это чистый сервисизиат, но тем не менее. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в России приведена на данной диаграмме. Таким образом, что мы можем сказать? Мы можем сказать очень простую вещь, что по большому счету та отрасль, которая расположена фактически в двух сейчас регионах, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий, при активном участии всего 543 тысяч человек, это фактически есть вся та самая Россия, на которую приносит от 40% до 2,3% бюджета России. Все остальные по большому счету находятся за гранью всего этого процесса, который не создает ни заводов толком, не приносит индустриального рывка, А так, Ленинград, Питер отмывают деньги, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский регионы Тюменской области зарабатывают деньги на газовую. Дальше мы посмотрим, подойдем к самому тяжелому, это будет четвертой частью. Мы узнаем, какова структура нефтегазовой отрасли России по компаниям. Кто эти? Лукоил, кто эти? Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, Новотек. Мы узнаем, из чего они состоят, кто являются учредителями всего этого, по именам и фамилиям, кто сколько зарабатывает. И увидим, насколько эти компании национализированные якобы, они на самом деле принадлежат народу, а не узким группам акционеров. На этом я с вами прощаюсь. Был довольно сложный материал, может быть не столь яркий и интересный, как первые две части, но в четвертой части уже будет совсем. Потрогаем за вымя тех самых олигархов, которые правят в России. Всего вам доброго, до свидания. С вами был Олег Гвореченский. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok